Драйв Сотни участников из разных городов собираются в большие группы для того, чтобы получить много драйва, энергии и много лакомств. А зачем они таскают за собой всех этих людей, мы узнаем в этом видео. Расскажите, Дмитрий, как вообще вы давно участвуете в таком мероприятии? Второй год участвуем. Решились, увидели, решили попробовать, понравилось. Теперь будем постоянно. У вас есть какой-то режим подготовки специальной к такой гонке, потому что здесь все вообще есть, и горы, и песок, и грязь, вообще все что угодно? Режима нет, мы поисково-спасательная собака, мы постоянно тренируемся. Расскажите вообще, как Якут воспринимает такие тренировки, нравится ему, не нравится? Я видел, как некоторые собаки просто таки хотели убежать с трассы, чтобы не попадать в воду и все такое. Не, ему очень нравится. Ему нравится бегать, прыгать, вода, грязь, это его стихия. Вы не поверите, я сегодня первый раз, у него дебют, да. Так что мы первенцы. Ждала, пока собака подрастет два года. У вас есть какой-то режим подготовки у сама себя и у собаки? Вы там готовитесь, пресс качаете, не знаю, там, отжимаетесь, мотивацию поднимаете? Да, конечно, обязательно. Во-первых, сама бегаю, это важно, и обязательно важно, чтобы я правильно питалась, это белок. И собака тоже самое. Обязательный режим должен быть. Что мастер йода получит по окончанию гонки? Вы его как-то мотивируете? Я его мотивирую отдыхом. Он просто будет спать, отдыхать в тенечке, у него будет хорошо. Может быть, покушать, если захочет. Так, ну что, мы находимся на старте. Так проходит гонка. 4 километра трассы с препятствиями, грязеводная, так сказать, гонка. Сейчас идет командный зачет, и я побегу вместе с ними. Представим, что рядом со мной собака. Она бежит вот так вот здесь. Первое сразу препятствие. Сразу же ждет гора. Препятствие еще одно. Что теперь скажете? Как вам? Супер! У одного дружка явно проблемы. Он не хочет вылазить из грязевых ванн. Ну что скажете сейчас? Супер! Супер! Давай, дружок, нет, вставай! Давай, давай, дружок! Давай, вперед! Как ваши впечатления? Прекрасные! Супер! Вперед! Погода, супер! Трасса, отлично! Бег, пульс, 280. О, не-не-не, я сюда точно не пойду. Важно, чтобы участник с собакой вместе проходили все препятствия, и в том числе переплывали. А за этим следят девочки-волонтеры. Так, ну пришло время проверить мои силы. Так, хвост, нюз, везде! Подписывайтесь! Оставляйте комментарии! И лайки! Фух! Что-то я устал. Сверну, пожалуй, с трассы. Прогуляюсь немножко. Как вам пришла идея организовать именно полосу препятствий с грязью, с болотами, водой и всем остальным? Эта идея пришла нам в 2019 году нашей команде. Как-то не очень, наверное, ожиданно это было для нас, но мы посмотрели видеоролики. То есть мы не первые, мы были первыми, кто проводит это в России, но мы были не первыми, кто проводит это в мире. То есть в Польше такие гонки были, и мы подумали, что почему бы и нет? Почему бы вот действительно такой маленькой, но слаженной команде не провести такие замечательные гонки? Впрочем, мы их и провели в 2019 году первый раз. На первой нашей гонке у нас было 120 участников. Наверное, самый первый раз он был достаточно сложный и сложный из всех в плане того, что, в принципе, мы сами не особо понимали, что мы хотим от себя, что ждут от нас участники. Но мы справились, мы это сделали. Людям очень безумно понравилось. И то есть у нас уже наши участники, это не просто участники, это наша одна большая семья, реально. То есть у нас люди за год берут отпуска, чтобы приехать на наши соревнования. То есть они все ждут. И когда мы говорим, ребята, все, мы устали, ну давайте, вот это уже последний раз будет, вот это точно последний. Говорят, ребята, не смейте, мы ждем хвостатого драйва в следующем году. Программа соревнований зависит от тайминга, по которому бегают участники. То есть как только мы составляем тайминг, мы уже примерно понимаем, во сколько заканчивает бежать последний участник, сколько нам нужно на подведение итогов и какое время на награждение и так далее. А сколько у вас времени уходит на подбор площадки и на ее организацию? И каждый год это новая площадка или вы одну так зафиксировали, такие, так, мы будем здесь проводить? На этой площадке мы проводим соревнования уже пятый год. Для нас она идеальна, я могу сказать, потому что здесь есть, в принципе, все, что нужно для проведения таких гонок. Да, может быть, у нас не очень крутой рельеф, потому что у нас поле, но у нас здесь есть лес, у нас есть болото, у нас есть прекрасный, шикарнейший брод, который все очень любят. Ну, то есть пять лет мы проводим уже соревнования на этом месте, только ежегодно мы меняем трассу, делаем ее немножечко разной, добавляем новые препятствия, убираем какие-то старые. Я видел очень много разных собак, больших, маленьких. Есть ли вообще какие-то ограничения для участников и их компаньонов? В этом году у нас зарегистрировано 136 пород собак, то есть это реально настоящая выставка. Ограничений по породам у нас нет, у нас есть ограничения по возрасту, то есть собака у нас может бежать только с 12 месяцев. Ну, на все остальное ограничений у нас нет. У нас бегут как и с крупными собаками, бегают так и совсем с маленькими, типа Йорк, Чих, Той. То есть, ну, в этом плане проблем нет. Было легко, я даже не вспотел. Любите своих питомцев и не забывайте проводить с ними время весело. И подписывайтесь на Хвост Ньюс, чтобы не упускать возможности. Ну что, рассказывайте вообще, как вам? Трасса, много воды, много грязи, глубоко. Там вообще огромный переход на солнце. То есть собаки молодцы, спортсмены, огонь сложаемся, помогаем. Супер тапки на месте, ну, видите, даже... Скотч не отвалился. Ну, почти, да. Так что, вау, всем рекомендую, ура. Хорошо, как Йода себя чувствует? Ну, видите, вообще воду очень плохо, помогали, бросали. Но в конце уже с Выкса деваться некуда. Так, ну что, как у вас впечатление вообще? Отлично, только положительный. Они очень крутые. Мы немножко встали, но собака не умела плавать, теперь вроде научилась. А Вы уже участвовали? У меня жена в прошлом году участвовала, но она в этом году не смогла. Мне пришлось буквально за три недели помнить, потому что она забеременела. Как Вы оцениваете состояние вообще питомца? То есть, ну, как ему, понравилось, не понравилось? Конечно, ему прикольно, да. Конечно, отвлекается уже на хозяйку. Всегда. Когда уже в лес убежали, уже полегче стало. Уже хозяйки не было в зоне видимости, поэтому все хорошо. А что ждет победителей и делится ли победитель, так сказать, по категориям? Их ждут прекрасные, невероятные подарки. В этом году у нас два гранд-призера. Это мужчина и женщина. Они получают у нас два денежных приза по 30 тысяч рублей. Они об этом еще не все знают. Знают только мужчины, что их ждет подарок. Но мы еще радуем в этом году и женщин. Корма, вкусняшки, есть призы именно от нас, от организаторов именно в походной такой тематике. То есть, подарков невероятное множество. И мы надеемся, что все идут довольные и счастливые. В этом году у нас зарегистрировано 870 участников. И на эти 870 участников у нас приходится 59 призовых мест. Мы считаем это очень круто. И мы стараемся делить их по минимуму, по возрастам, чтобы было лет по 10-15. У нас есть мужчины, женщины, дети, юниоры, любители, профи, ветераны. Я заметил, что участников больше девушек, чем мужчин. Вы можете заметить какую-то такую же определенную корреляцию? Девушек у нас всегда больше, чем мужчин. Не могу сказать, в каком процентном соотношении. Но, в принципе, так было все года. Девчонки, они, наверное, как-то поактивнее. Не такие боязливые, как мужчины. Им больше нравится купаться в грязи. Результаты у нас отчитываются по трекинг браслету, который одевается либо на руку, либо на ногу. Бывает, что в нашей грязи эти браслеты теряются. То есть они теряются на трассе. Но на этот момент у нас стоит видеофиксация на финише. То есть если потерялся браслет, и мы не знаем, когда он пересек черту финиша, то наши ребята смотрят по видеофиксации, в какое время он примерно пробежал. Я правильно понимаю, что будет еще дополнительный ночной забег? Да, то есть каждый год мы проводим ночной забег. Там участвует не так много народу, как на дневном. Это обычно 40, 50, 60 человек. Мы, наверное, проводим это больше для тех участников, которые... Ну, они реально любят ночной забег, потому что говорят, там своя атмосфера. То есть участники у нас бегут в полной темноте, у нас подсвечивается только препятствия. Участники бегут с налобным фонариком, подсвечивается фонарями у нас еще лес и болото. А все остальное время они бегут в полной темноте и говорят, в этом есть своя какая-то прелесть. То есть им очень нравится. То есть у нас вот те участники, которые участвуют ночью, они, в принципе, и бегут у нас только ночью. Ну, туда пойдем. Бля, офигенно! Есть ли у проекта «Хвостатый драйв» какая-то определенная миссия, может быть, что вы хотите проявить или, например, рассказать, показать, сориентировать, может быть, людей с собаками на то, чтобы они весело и круто проводили время со своими питомцами? Во-первых, мы всегда за здоровый и спортивный образ жизни. Это самое главное. А еще хочется сказать, что соревнования «Хвостатый драйв» — это не просто спортивные соревнования. Наши участники уже стали реально как семья. Все подружились, все друг друга знают. Вот у нас буквально вчера там приехал Питер, приехал Ярославль, там все зовут друг друга на плов, еще куда-то. Ну, то есть я считаю, что «Хвостатый драйв» — он реально объединяет. Расскажите вообще, что вас вдохновляет на то, чтобы добиваться таких результатов и в гонках, особенно с препятствиями, особенно с собаками? Всегда, абсолютно всегда и ежедневно меня вдохновляет только и только моя собака. Моя потрясающая собака, с которой мы очень много ездим по различным соревнованиям и всегда стараемся быть в призах. Расскажите пару секретов о том, как вместе готовиться с собакой так, чтобы можно было на нее рассчитывать в гонках с препятствиями и чтобы понимать, что вы сложены как одно целое, что вы команда, что вы можете добиться результата. Ну, первое — это, конечно же, любить свое дело. Это, естественно, секрет, мне кажется, всего на свете. А во-вторых, это тренировки, достаточно частые тренировки. Ну, то есть собака — это трехразовые в неделю. Но поскольку у нас нет возможности создать подобную трассу в наших городских условиях, мы занимаемся на собачьих площадках. Хорошим завершением вечера будет как раз Холли Краски, которая замаскирует всю грязь после испытаний. Три, два, один! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok